А после исчезла баница. Блин, опять что ли кликать? Даже не знаю. Я же жал сохранить. Что, Коля? Да я свод. Как сп? Я там и раду даст, а мне там-то нечисть осиновую. И помнишь, Нась, живи с бать вот такой? Хорошо. Я дорогу в бане так понаск. Нет, да я пока не обвенчана. Как ты Жанич? Где на она вру много ночи и ночи? Тоже я в некоторых вещах-то. Тогда с... Ну, вот тоже. И я себя чувствую словно. Слышь это про, а что? Ну не как? Может куда? Ну кое, может и тебе что пригоди? С тобой. Раз ли техник? Бывоколе, да гбань в руках. Это что? Где друг? Да кто я? И друзья у меня были. Хорошо. Хорошо. Будешь скоро. Пожар, голод. Во всех. Хорошо. Давай поехал. 음я-ER. Угу. Appreciate it. Пока-пока-пока. Report лошадей там на вышкин. Покуро. Логовoso Se. в итоге листу ключей не качал что раз здравствуй хлебчик у нас хорошо много тут книг и лицевые рукописи есть старинные мороз пробегает по вашей коже признак присутствия нечистой силы у меня найдешь ты дева знаний уже в книге из леса доносятся громкие крики младенца блазнит ли это нечистая сила или чаще действительно какой-то ребенок сказать невозможно вы обнаруживаете беззащитного младенца лежащего в раздвоенном дереве между стволами на ветвях лежат подношение лешему похоже крестьяне оставили своего ребенка в надежде что он излечится от стени как правило они оставляют дитя на несколько дней зная что леший не поможет а у ребенка мало шансов пережить даже эту ночь вы начинаете думать что делать спорю думаете младенца в ближайшую деревню вам везет вы находите его родителей объясняете чем опасно такое лечение и наказываете прийти за советом и травами родители испугались кажется они усвоили урок надеюсь усвоили кажется знахарка ожидала вашего появления не иначе как у своих чертей на вареже что ты девка ты не простая ничего интересного так что понимают статус хворь нафиг нечего-то надо среди ветвей вы замечаете знакомый силуэт деревянной церкви вы решили зайти внутрь и немного отдохнуть от тяжелой дороги подойдя ближе вы понимаете что церковь уже давно заброшена в стенах видны разломы черные как глазницы мертвеца а окна заколочены любопытство берет вверх и вы толкаете дверь заросшую мхом проходит мгновение прежде чем ваши глаза привыкают к мраку старое здание наполнено торжественной тишиной вы входите внутрь садитесь на одну из покосившихся лавок и смотрите на загадочные лучи здоровье установили я даже не дарался ни с кем зачем его мне восстанавливать проходит совсем немного времени но вы чувствуете вы вдыхаете прохладный воздух ночная тишина окутывает вас черным покрывалом вы оглядываетесь вокруг только замерзшие в ожидании рассвета деревенские усадьбы на окраине вы замечаете кривую тень заброшенной избы внутри вы видите покосившуюся дверь в голбец а за ней чернильный погреб вы заглядываете в него подполье давно завалило землей и досками голбец конструкция для вода на печь и палате а также спуска под клет от пол мог быть высоким голубичный шкаф чуланом с расписными заборками узкой дверцей и он начинается лаз в подполье со ступеньками а на холодной части погреба хранились продукты и заготовки иногда чулан называется верхним более нижним голубцом голубец находится у печи напротив красного угла буду знать вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен возле избы на заваленке все еще теплится запоздалый посиделок и гена уже стоит остановиться и немного послушать вечерний посиделки молодежи как правило в зимний период во время вечерок помещается работа например придение вечеринка с песнями и плясками также сходбище посиделок вечерка вы садитесь на заваленку и растворяете в текущей песне душевно по горнице Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok вы выходите на залитые лунным светом старое кладбище покосившиеся деревянные надгробия стоят во мраке словно застывший полк солдат впервшие у вас свои пустые глаза вы вспоминаете что на этом кладбище похоронили бабку маньку которая была известной в округе колдуньи и копка манька вы осматриваете притихшее кладбище и чувствуете озноб верный признак присутствия нечистой силы одна из могил раскопано словно здесь побывал зверь вы подходите ближе и споткнувшись облокачиваетесь на крест вам становится ясно что старая икотница посадила своих чертей в надгробие ну 13 хп это всего ну и не понял я не сделал так какой-то я не знаю карта где нет ничего полезного ну то есть практически без драк без ничего наконец вы добираетесь до родной деревни подмененной невесты немногочисленные избы ютятся среди мрачных елей вы чувствуете присутствие нечистой силы да и черная книга кажется дрожит в нетерпении вскоре вы находите избу рядом с которой нечисть ощущается сильнее всего приблизившись вы слышите ее пронзительные крики доносящиеся изнутри невеста кусает губы и переминается с ноги на ногу вы вздыхаете первый шаг предстоит сделать вам а тут по ночам шастать на гаффи филипповна уснуть не может века за девки чё надо-то ребенок твой нежить сейчас сама увидишь в люльке лежит подмены шапдерихи обернувшись и младенцем как заставить его принять настоящий облик и ну через порог только я помню левое плечо бросила ну брось через плечо вы поднимаете младенца и быстрым движением швыряйте его через плечо я бы охерял если бы моего ребенка через плечо пришел и кинул бы просто на месте рыдающего младенца оказывается деревянная полена на печи спрячьтесь только мать с дочкой успевают спрятаться как осиновое полено нападает осиновое полено нападает о нет бегите голубцы порчить порчить амини вообще супер заклинание потому что она висит два хода и 2 это те набожность 32 раза плюс 6 набожности каждая единица увеличивает получаемую защиту на 1 открывается статус и деревянный вечно не снимаем типа не видно больше сколько не упорчивайся при этом геря на добрый вечер рад что ты вернулся я по порче не угадаю а что у него между ног и правда так хочу мне надо было сделать это мне нужно жестко там в защиту падаваться ну вот другое дело два раза броню наложить один раз ударить а и и ну там рандом вообще был против меня вот больше баф на острый сук он этим у меня ткнул и 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 А, так они вот прямой атаки умирают. Или от них, от того я тоже пополнил. Ну ладно, может я перегнул это. Изи. Звучит музыка. То есть, я вот представляю, как бы сейчас это произошло. Приходят две девочки. Одна говорит, я знатка, берет чужого ребенка, кидает через плечо, он превращается в полено. Потом она дерется с поленом, потом побеждает и вторая девочка рассказывает, что я твоя дочь, которая 18 лет, сидела в бане в потустороннем мире под полоком у банницы. Я не знаю, просто трудно представить себе. И потом он скажет, да, я верю, все понятно, окей. Впечатляет. Всего неделя, и вот ты снова здесь. Осталось открыть печать. Ведь я говорил, что не ошибся в тебе. Давай, открывай. Мама не заметила, что ребенок 18 лет не растет. Ну, походу. Я не знаю, чем она думала, честно говоря. Можно было вам к колдуне сходить, спросить, что за херня. Что мне теперь-то делать? Где следующую нечисть искать? Разве ты не справишься сама? Да нафиг ты мне нужен вообще. У других на открытие печати уходили годы, десятилетия. Следующая печать, как ты знаешь, водяная. Ну уж водяного найти будет не сложно. В ваших-то краях. А кто до меня печати-то открывал? Великие люди, которые стали еще сильнее, когда прочли книгу до конца. Черная книга исполняет желание. Я думал, никто до конца не открыл все печати. Можно загадать любое. Подумай, какое будет у тебя. Что с поленом тем стало? Почему его в книгу затянуло? Ты же не думала, что желания сбываются просто так. Пламени необходимо топливо. Некоторая нечисть исчезает, поглощенная книгой. Другая обладает силой, достаточной для открытия печати. Это капитал. Точно никто не читал до конца. Что это? Ее пермики, что ли, написали? Конечно, нет. Книга меняет форму. Думаю, она проверяла вас. Но что для такой колдуньи парочка чудских символов? Пустяк. Кто ты такой? И почему меня в эту дыру тянешь? Уж не скормите ли мне и тебя, черной книге? И потерять такого ценного помощника? Такого ценного помощника? Первый раз он только сказал, что ты лох. Второй раз он сказал только, что вот водяная печать. Ну ты и так знаешь. Все твои заговоры. Я тебе помогаю. Иначе они не были бы такими сильными. Мне спасибо. В свой час ты все узнаешь. Какой час? Пора мне на свет белый выбираться. И это все, что ты хотела у меня спросить. Хорошо, я отпускаю тебя. Встретимся, когда откроешь водяную печать. Но на твоем месте я бы подумал, о чем при следующей встрече говорить с таким ценным помощником, как я. Да. Помощь чата. Ты неправильно играешь. Это типа спойлеры мне там подкинула игра. Что будет? Как водяному в гости попасть? Очнись! Вася! Василиса! Дед? Ну, очухалась? Ты как сюда попала? Миг назад никого. Миг назад никого в избе не было. Вы рассказываете деду Егору об очередной встрече с чертом. Значит, открыли вторую-то печать? Открыли. Теперь стало быть черед за водяной. Зачувствую, Хельга. Молодец, Вася! Ох, молодец! Глядишь и справимся. Ну, отдохни пока, а потом снова в дорогу. Открыли следующую печать. Новые слова, там вторая печать. Совершенно новые. Слог. Текст слога применяется, если все слова в заговоре такого же цвета, как и эта. Ну, это было в каком-то пазле. Урон при потере здоровья. Наносит врагам 1 единицу урона, когда вы теряете здоровье. Здоровье. Жест. Два защиты. Лавель. Лавель. Можно заменить в дела, и, ну... Относительно. Ну, это все платное. Че мне тратить бабки, если так... Отправляемся там, посмотрим. Ну, че, со мной никто не будет разговаривать после этого? Где Николай? Здорово. Тут дед Егор живет. Да. Все верно. С чем пожаловал? С гостинцем. Уж примите, уважьте. Соль. Я суть Боровского. Завод солеварный там держу. Да, грешновато. Но я не целюсь на хорошую концовку. Я подумал, что первый раз, даже если на максимальной сложности я играю, то надо играть как-то так, как хочется, а не минмаксить чего-то там, не пойми что. К тому же на макс сложности все-таки. Пахом Николаевич, управляющий, дело-то серьезное, с глаз на глаз надо поговорить. Это Василиса, теперь она у нас по знахарскому делу. Девка знаткая, опасно это промысел. Нет безопасного дела, все под Богом ходим. Это верно. Господь от нашей солеварни отвернулся. То в варнице что-то стучит, то тень какие-то у соляных ларей по ночам блазнят. Ну, это че, Экеневидель, такое по всей губернии случается. Так-то оно так. Да только сначала рассол не было, а на медние люди исчезли. Несколько дней уж прошло, а полиции дела нет. Говорят, вернутся. Я свои наряды уж поставил. Да я и сам у амбара в какую-то тень видел, как метнется в сторону. Сказали мне, что вы с окаянным помочь можете. Да я к вам и пришел. Расскажи, Пахом Николаевич, как люди исчезли. С неделю назад рассол, как палился, как пошел. Ну мы и давай робить. День, ночь, все лари заполняли. На ночную смену оставил сначала Алексейку из Городищенского. Он сгинул. Ба или что в кабак сбежал. Врача Земского послушать, так он, мол, онкоголик. Потом Петр пропал. Тоже в ночную. Не пытались выследить того, кто людей похищает? Да. Отправил я на третий день пару мужиков покрепче. И сам с ними пошел. Тихо было вначале. Потом в глухую полночь явилась какая-то тень. Тришка окрикнул ее. Она как давай метаться из стороны в сторону. До сих пор мороз по коже. Я перекрестился. Да тень потом кинулась то ли в амбар, то ли в варницу, то ли в ларь соляной. На утро я коней седлась. Расскажи про солеварню свою. Путь до нее не близкий. Под усть уролкой завод. Мы все делаем. И рассол из-под земли достаем. И на барже пермянку сгружаем. Это мы так соль-то зовем. И беды случаются. Куда без них? А вот чертей не было никогда. Как он говорил, соль стала пропадать. Полгода рассол плохо собирали. Беды одна с другой. Но ничего, держались. Сейчас рассол появился. Работники пропали. Я вас в беде не оставлю. Но коли поможем вам, о награде не забывай. Может есть предмет старинный или намоленный? Это уже не беспокойтесь. Наградить не забудем. Главное, отыщите, кто виноват. С водяным не вздорил? С водяным? На солеварне от него нет беды. Я человек богобоязненный. Водяному мы и шанги, и водку оставляем. Хорошо. Посмотрю я на вашу солеварню. Я повозку снарядил. На земской станции тебя доставят. Там смотритель дорогу подскажет. Езжай, как готов будешь. А я вперед отправлюсь. Ну, до встречи. Сам бог его послал, Вася. Как раз печать откроешь там. Эх, мази бы сейчас Купальской. Вмиг бы долетела. Ну, ничего. Придет Купала. Трав насобираю нужных. Сейчас бы травой мигом долетела. Ну, что делала? Слухай, я в Вильгард хать. Поняли, что тебе Силт передал. Как тебе на руку? Ага, ну, а я с ним тут колчакова не может другу, а козлих юру ему поделить. Все этим прокляли, а его колли. Ох, модель. Да, отправила все эту. А это, это ищет. Следующий раз про черную книгу-то. Я вот яду. Ви нет, а у девки той. Чего я? Ну? Не видишь? Со? Спрашивай, что еще хотела. А то, что ты? Вот это я. Ты и колись. У тебя-то, думаю, лучше про тебя. Ла, да там. Долго я. Прям. Это все было. То, боже, а че? А че? А че? А че? А че? Давай-ка после потолку. Почему так? Ну? Да. Не веришь? Вот слушай. Будешь скоро. Толиварни. Первоначально соль вы вываривали из рассолов, добываемых с помощью колодцев, специальных труб примитивной конструкции. Затем возникли и заводы со сложным производством. Некоторые из них просуществовали до второй половины двадцатого века. Так, пойду чаек налью. Как соливарни делали. Голубушки, голубушки мои, вы придите, посидите у меня. Подумайте, погадайте обо мне, о моей девичьей красоте. Моя красота! Звучит песня. 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 ему ну поматерно так он заграил и исчез в этом году было в охотничье время тоже про дочь твою спрашивал да тьфу на вас ваш благородие вот любой знаткой проезжий подшут бог в помощь помогай господь дворянин бросает на вас взгляд краснеет и сдержанно кивает нет лошадей на станции ну как же а сивка твоя на то и суседка уж седьмую ночь катает в руки не дается так что свежих почтовых ждать надо утром прибудут и слушать небылица самсона меня александр зовут мой собеседник это никто иной как станционный смотритель меня василиса и зовут я пусть броской завод иду в такой час без повозки далеко не уйдешь и пусть ним поедем пока ждем можем партейку в картишке распыта тут откуда перевожу сказачивая на современный служба вам ствол видишь еще дыры к тебе понаделы мы скажем что так и был по делу пригласили лошадей вот до этой станции только снарядили наверное местные боятся в сторону завода и но так как окаянные на заводе блазнитый телеграф теперь оборвался бардак так пойдет вообще без царя жить будем бесики телеграф что ли разорвали но так ну как только плит кто угодно тебя послушать окажется что бесы во всех бедах виноваты зима например тоже бесовская ну так а как про шуликинов слыхались про них я знаю а еще знаю что не они зиму нагоняют это все движение тел небесных и шты так че с телеграфом то осталось а вес его знает старость приходил лошадей ты и взял на починку говорит ну и конюха задняя самсон говорит нечесть виновата и прочие суеверия пожили б с моего леса еще бы не то видовались что прозовут ты слышали сначала добрый завод был а потом как черт поехал народ стал пропадать а мне в почках тоже бесовская работа конечно там постоянно как это бесовы думаешь откуда медицинах в рф вот черти заговоры но как сейчас прям здорово стринглокер и до недавних пропаж тоже слышал от крестьян говорят дурное место надо пить необычную воду ауринку поможет от всего все такс да чё на мельницах постоянно блазнит а завод чем хуже в воду просто не надо лезть если плавать не умеешь мне он не рассказывал про другие случаи это чё несчастье достаточно богом-то потер по шее ползом с раствором у них начались сложности опять сейчас говорят снова пропали солевары бог наказывает или черт а ты александр куда путь держишь пашка я в деревню логово иду по профессии я врач учился в петербурге ну все все очерки не верю ской доктор не справляется сложный случай мы в переписке с ним я тоже кое-что в врачевании народном разумею что там стряслось знахарка делаю ты хорошее но не такое действенное как научный подход ну слушай крестьянку охватила истощение ночами не спит галлюцинирует все порешаю а в народе что говорят да как обычно порча колдуны я с таким знаю как быть может и помочь сумею да разве там порча если она вообще ну в деревне логово больная приходи я тебя ждать буду то есть я там буду в деревне по крупному спасибо щенки беру два туза взял говна всякого тирс королей ходит ну дела теперь девятку взял мощь я красава хотя чё блин отдал ну вроде взял козырь и так что беру бери бери так это я зря на но я щас возьму не на того напали там самсон с кучей говна сидит тёрк только выкинуть осталось точнее александр самсон без шансов невозможно проиграть да ну поздравляю с победой а василиса ну как успокоила лошадь да мне успокоить скотинушку удалось суседом и договорилась доставлю вас до места благодарю за то что не пришлось слушать еще больше замечательных историй это все пыль а не истории суседку в бою сразил убил просто пришел договорились смотритель указывает на усть уролку и повозка отправляется с александром в деревню логово ваше размышление о дальнейшем пути прерывает тень возникшая на дороге он потом приходит а там труп суседки лежит жесть тень замирает на мгновение затем быстрым шагом приближается к вам вскоре перед вами предстает крестьянин с увесистой дубиной кто там идет опять ты я из вильгарта на соливарню еду ну как крест на себя положи вы осеняете себя крестным знамением ух я вот думал нечистого повстречал черта не богословился бы меня сила усть баровского отправили на стражу ночную на заводе черти народ тревожит ты чё туда да вот я знатливая из чердани помочь хочу черта знайка пойду-ка я черта знайка что слышал про людей исчезнувших как ворона унесла пропали думали по кабакам пошли он нет кто в ночную смену был те исчезли слышал туман в те ночи был страшенный как река из берегов вышла что про пропажи соли слышал давно видать она пропадает не иначе воры какие-то уводят писяки может может и они царство иисусова я и сам соленосом был видишь уж то все разъела но уж лучше уши чем душ то бессмертную ну помогай тебе бог и код и победил да да но я прошел первую главу это 2 в начале мая когда весенний разлив позволил судам подойти близко к амбарам начиналось формирование каравана для отправки соли в нижний новгород главный центр соляной торговли грузчики взваливали кулей на плечи и переносили на суда то это заедало рабочим шея уши краснели и опухали вот сюда и пошло известное выражение пермяк соляные уши не слышал такого ну может известное где-то в таких кругах из темноты доносятся тихие всплески речки черной вы слышите несколько голосов у воды по вашей спине пробегает мороз это явно голоса нежити речка черная у меня была речка серая прочитать молитву прочитать заговор вы подкрадываетесь ближе и очерчиваете круг у берега сидят несколько подернутых туманом духов как только вы читаете первый заговор одна из теней с всплеском исчезает в речке остальная нечисть направляется к вам ну прошкин защита защищай и этот порча умрет практически за три хода этот опасный он 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 я знаю просто мне мы не вижу смысла пока что по крайней мере я слышал логал что с добычей соли связаны не знал почему уж ну в принципе если они там в каких-то мешках это таскали понятно что там то ли могла проваливаться шнегене герметичная все и чуть порчу вначале ход на 4 надо чтобы этот сдох разложение это как-то порча только отложенная закинали лишняя плоть называется ok ok у меня перепорчи ну чё реген уже пропал или он снял чем-то или и соленые учиться сейчас нечем новость травку мне жалко и просто пропустить и чё потом надо будет съедим рада удвоить жертва 3 доводит защиту одно и складная жертва порчи на врагах ну вот это вот ну возьми на камне у реки вы обнаруживаете мокрый гребень вы оставляете реку позади и возвращаетесь на дорогу в усть-боровской гребень нечистую мороз пробегает по вашей коже на признак присутствует мудрецом выйти вперед но я не буду ничего покупать только деньги тратить лучше по моему предмет кому-нибудь куплю кстати стринглокер тут я баг нашел у меня же не прокачана бессмысленная работа ну точнее она была прокачана я сбросил потом умение и бессмысленная работа осталась наверняка можно обе прокачать и сбросить просто тратить на что хочешь другое но я не это не парюсь про грехи здесь буду но ничего от греха греха греховные я грешноватый но еще хотя не островерхии еле нависают над дорогой словно легионы чертей на старых иконах в свято-троицкой церкви вы вздрагиваете лесную темноту разрезает огненный вихрь летящий крошка должен знать крошка советует проследить за нечистым уж не он ли виноват в несчастьях логова вы устремляетесь в погоню за огненным вихрем кажется вы потеряли его из виду но внезапно он вновь показывается над деревьями преследование о грехов снизили сила пламенный морок вьется у трубы одного из домов а затем растворяется где мы тогда глаза закопал учим мусор Вы стучите в избу, рядом с которой растворился огненный морок. Двери вам отворяет Александр. Внутри избы доктор уже приготовил лекарство. Среди склянок вы замечаете несколько старых свечей. Не ожидал, что ты воспользуешься приглашением. Но заходи. Вот и больная. На лавке под иконами лежит истощавшая женщина. Ее глаза смотрят, но не видят. Она шепчет отрывистые фразы. Он придет. Вернется. Вернется. А ком ты? Кого ждешь? Ваня. Он вернулся, я знаю. Кажется мне, женщина бредит после бессонных ночей. Этот Ваня. Его считают погибшим. Кажется мне, ты кто доктор или кто? Он жив. Жив. Я видела его. Все с ним хорошо. Да только спины на нем нету. Спины нету, спину потерял. Ее муж погиб на войне. Весть, говорят, не так давно пришла. Я видела нечистого возле деревни. Это тебе после рассказов Самсона примерещилось? Нет. Думаю, здесь замешана нечистая сила. Да уж, конечно. Не веришь? Я точно знаю. Виноват окаянный. Девушке является окаянной в облике усопшего мужа. Это лишает ее сил и грозит скорой смертью. Какая нечисть виновата в болезни? Какая нечисть... М-м-м. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Огненного змея я не знаю ничего, ну пусть будет так Некоторые черти принимают Типа если нет позвоночника, то это змей? Окей Похоже черт виноват, змей огненный Все сходится Покойник, знамения, спины на нем нет Поди, он и сейчас рядом Близко? Да, он здесь Скоро придет, мой Ванюша Давно она заболела? Про нее мне впервые написал земской доктор, уж как несколько месяцев Давненько Ее словами теперь не вылечишь Есть такой вид, че они вид усопшего принимают И ходят к живым И как мужья тоже Нужно нам черта, что ее морочит подкараулить На печь ежели залезем, он нас не заметит Сам его увидишь со мной Да тупой, конечно, черт На печь залезли, ой, че я никого не вижу Безумство какое-то Если этого не сделать, баба на тот свет отправится вслед за Иваном И порошки не помогут Да и говорят, ученый-люд все проверят Александр неохотно соглашается и забирается на печь Ждать приходится недолго Вскоре из устья печи вырывается сноб искор И из него появляется бледный бес с коровьими ногами На мгновение вам кажется, что Александр шепчет защитные заговоры Но времени разбираться нет Нужно решать, что делать дальше Полезли со мной на печь Иногда он приносит крестьянкам драгоценные подарки Неизменно оказывающиеся с рассветом, навозом или камнями Худу знать, мы поговорим Эй, бес, сатана, приходи вчера Старый трюк Кто там спрятан на печи? По что девку мучаешь, змей огненный? Пойди прочь, походу не прогнали А, догадались Я хочу так тебе сказать Кончай, клочить Я до тебя и на печи доберусь Бес обращается в огненный сноб Вы же спрыгиваете с печи и очерчиваете круг Получить шесть богословений при каждой потере здоровья Нехило Нет смысла тогда лютое делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что-то работает, но так Вроде зеленый стал 32 урона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 5-4 Можно переигрывать Допустим Сейчас я сдохну Смысл просто, что подождать Шесть ходов И бафаться Не атаковать Ну, мне этот подавлен ничего вообще не дает Это я просто меньше кулачками бью Или нет Я думал, что это я меньше наношу Так непонятно написано Девятнадцать А это что такое? Почему Почему Где мы Защитные заклинания все Девятнадцать 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 Время Девятнадцать Д拿 Порча 12 Нет, твич Пожалуйста, давай работать Красная Кравка есть Заклинания в колоде нет Надо бы добавить Ну вот сейчас на меня еще порчу наложено 12 Правка, травка, травка Внимает статус яд, порча Внимает один вредный статус Жалко Жалко Порчу можете снимать Папи 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как его можно убить теперь? Ну порчи-то я не снял, мне порчику снять Что-то можно было не использовать 42 42 42 42 44 45 45 48 49 49 50 50 50 45 45 46 47 48 48 49 49 49 50 59 50 Субтитры сделал DimaTorzok 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 путь. Мужчина избегает вашего взгляда. Кажется, встреча с нечистью его ошеломила. Он неохотно признается, что шептал молитвы на печи. Играв на линии. Провода телеграфа тянутся по столбам, как нити из полинского веретена. Деревянные сооружения выглядят инородно, и кажется, что хмурые сосны смотрят на них сукаризной. У дороги вы замечаете оживленно спорящую пару. Ох, батюшка, как это мне туда идти-то? Как-то боязно мне, ей-богу, слышал, что на станции-то баяли. Я тебе сейчас устрою боязно. Доброй ночи. Да воскреснь Бог и расточься в разе его. Ах ты ж, гнида у тебя заваренная. Кто там идет? Василисой меня зовут. На завод у Стюрольски иду. Ну, ты чё по ночам виляшь? У нас тут и без тебя одел по горло. Я доберусь для этого Самсона, навел рысь на всю округу. Да я тебе говорю, своими глазами видел. Под столбами следы босые, а потом в копыта становятся. Я туда не пойду, самышкин дыбай. Это-ка ты со старостой говоришь. Чё там за следы-то были? Может, скотина какая ходила? Скотина босой не ходит. Как начальство сказало про телеграфьентот, я пошел. А там вон оно чё. Я и мызнул оттуда. Завтра тогда сходите. Днем от не так блазнить будет. Да не могу. С меня главарь шкурсы имит. Приказано сегодня же уяснить, в чем проблема и подчинить. Я бесов не боюсь. Могу сходить проверить, чё там. Ну давай, работничек мой, не пойдет, как будто. Как стоит урденев? Я тебе его паденную плату-то и отдам. А ничего, я лучше подожду. И без платы. Хорошо. Как бесов одолею, вернусь к вам. Как бесов одолея, вернусь к вам. Куда идти? Разорванный телеграф. Бандиты? Колея старая, сухое все. Давно дождя-то не было. Сохранится, что ли? Вот хп мало. Кто-то из писателей, да? Вот и разорванный провод. Некрасов? Ровно сделано. Точно не сорока. Всё, как тот мужик говорил. Босые ноги да в копыта становятся. Чё-то я не помню, чтобы крестьяне следы нечистого видели. Разве что чёрт кожу покойницкую натянул. Всё, как тот мужик говорил. Босые ноги да в копыта становятся. Дорога ведёт в деревню. Вдалеке, кажется, мерцают огни поселения. Тёмный какой лес-то. Ну, кто это говорит? Как будто леший с лишачихами за мной следят. С чёрной книгой не так страшно. У неё голос мужской резко стал. И деда Егора. Зачем чертям телеграф портить? Интересно, как следы-то те остались, если земля такая сухая? Колея старая. Сухое всё. Давно дождя-то не было. Интересно, как следы-то те остались, если земля такая сухая? Ну вот, свеча. Летит, кричит и когтями машет. Тут агарок свечи валяется. Ещё тёплый. Уж вряд ли окаянный свечи тут жёг. Тут агарок свечи валяется. Петушок на... Не знаю, на избе. Ну и чё, я ничего не могу сделать. Дорога ведёт в деревню. Вдалеке, кажется. Электрик сослаба упал. Сейчас крестьяне не спят. На улице собрались почти все обитатели этой небольшой деревни. Обсуждение стихает, когда они замечают ваш силуэт на дороге. Здравствуй. Откуда путь держишь? Здравствуйте, люди добрые. Меня главной по телеграфу послал. Поглядеть. Ну? Нечисть порвала, видала? Давид. А, поглядела, вот и иди. Опасно тут. Окаянный блажнит. И не только. Я видала разорванный провод-то. Но нечистого там не встречала. Странные следы у столба были. Ну, так чё? Нечистый. Интересно, что они в сухую погоду так отпечатались. Так это то, бесяк. У него где хошь отпечатается. У дороги я нашла свечи агарок. Будто чёрт свечи жёг. Так то, наверное, с повозки кто скинул. Бывает же. Хватит мне голову морочить. Слишком много странностей у столба того. Да не таких, что бесы творят. Вы сами телеграфы порезали. Ох, не купи нас, матушка. Я срезал провод. Да только не со зла. Не рассказывай волоскар. Не со зла? Пусть зла, что ли? И зачем ты казённое добро портишь? Дебил. Ну, а как же? От него одни белые. Ага. Волосной старшина ничего не говорит. Но мы-то знаем. Вон у Машки корова окалела. А у Василия тоже хворь какая-то. Так отчего? Это как нет новых столбов. Пока их не поставили, не было ничего. По проводам-то бесы летают. Вот и... От досады крестьянин только махнул рукой. Толпа одобрительно бормочет. Бесы, может, и виноваты. Но уж точно не из-за телеграфа. Бесов не старшина нагоняет, а колдуны. Пожалуй, ты права. Не будем больше его портить. Рассказать старости, простить. Ну, я не знаю. Я думаю, что пусть старосты разбираются. Ты правда думаешь, что всем миром тайну утаишь? Про тебя староста и так бы узнал. Вы смотрите на толпу и возвращаетесь на дорогу. Крестьяне провожают вас угрюмыми взглядами. Заметив ваше приближение, староста направляется вам навстречу. Ну, выяснило, в чем дело. Какая там нечисть? Это все машевские крестьяне. Боятся телеграфа, пуще лесового. Так и знал. А ты мне про бесов. Ух, докачал. Я что видел, то и рассказывал. Ну, доберусь я до зачинщиков. Намотаю кишки на подашки. А тебе спасибо, девица. Ты и обещанная плата. Ну, до свидания. Да, вот это плата. Вроде там не логула бы давать. Давай, Хельга, спокойно ночью, выздоравливай. Завтра выходной должен быть, да. Сейчас я пройду локацию и тоже закончу. Деревня застыла в предрассветном оцепенении, укутанное в ледяную росу. Восхихая мелодия восстанавливает ваши силы. Вы минуете умиротворенное поселение и выходите на Ростынь. Кажется, на этом перекрестке затаились бесы. Вич задрал уже. Вич задрал уже. И на этом перекрестке. С этого Beimу. Минадость. Ну, кота можно было не видеть в поединке. Это опять нанесёт. И это, ну, должно убить вот этого. Ну, кота. 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 Ну, кота.